Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная тема для разговора и эта тема была подсказана, как многие темы, моими уважаемыми зрителями и подписчиками. Сегодня мы поговорим об оспаривании действий судебного пристава исполнителя, который не может исполнить решение суда надлежащим образом. И такая ситуация очень часто встречается, когда вы, к примеру, выиграли суд о взыскании с недобросовестных исполнителей по договору какие-то денежные средства и после этого вы соответствующим образом имеете право на то, чтобы они возместили вам ущерб за счет имущества, денежных средств и так далее. Но судебный пристав исполнитель не совершает абсолютно никаких действий, направленных на то, чтобы выполнить предписанные ему обязанности. Вот что делать в этом случае, дорогие друзья? Конечно, возможно жаловаться и его руководству и так далее, но, как правило, это люди, которые и так в курсе всех проблем и не хотят, чтобы большие проблемы, как говорится, пришли с вышестоящих инстанций. Поэтому зачастую такие действия, они могут покрываться и так далее. Не все хотят выносить ссор из СБ. И зачастую остается единственный способ, это обжаловать действия судебного пристава исполнителя в порядке кодекса административного судопроизводства. И вот, обращаясь в порядке КАС, кодекс административного судопроизводства, здесь необходимо ответчикам указывать, как непосредственно орган, который принимал решение, то есть это отдел Федеральной службы судебных приставов, так и непосредственно судебного пристава исполнителя, который проводил те или иные действия. Соответствующим образом я всегда рекомендую перед подачей такого искового административного заявления изучить материалы исполнительного производства, чтобы наглядно доказать, что необходимых действий выполнено не было. При этом учитывайте, что в ходе исполнительного производства судебный пристав исполнитель обязан предоставить вам постановление о возбуждении исполнительного производства, иные документы, которые вы как сторона по взысканию, то есть как взыскатель, имеете право получить. При этом он обязан отобрать у вас соответствующие объяснения, исполнительные документы, то есть все, что связано для полноты проведения действий. И в соответствии с законом о Федеральной службе судебных приставов, законом о исполнительном производстве, в соответствии с инструкцией о проведении исполнительных действий, должен судебный пристав исполнитель принять все меры для установления местонахождения должника, местонахождения и наличия у него движимого-недвижимого имущества, наличия денежных вкладов в банковских и иных кредитных учреждениях. Также должен выяснить работает не работает путем подачи запросов в пенсионный фонд и то есть провести весь массив в действии. При этом предусмотрена возможность в случае необходимости выхода по месту нахождения жительства регистрации пребывания в общем там где должник находится с целью его опроса либо вызова с целью отобрания у него объяснений. При этом может проводиться и должен проводиться опрос его родственников по месту нахождения если установить не удается соседей знакомых и так далее. То есть проводиться должен полный спектр всех мероприятий направленных на установление должника и на установление места нахождения его имущества для того чтобы можно было тем или иным образом на это имущество обратить взыскание. Но это как мы понимаем вследствие большой загруженности зачастую не делается. Поэтому дорогие друзья я рекомендую исследовать изучать исполнительные производства и в случае необходимости обращаться в суд. В исковом заявлении необходимо говорить о том какие нарушения и так далее. Вот у одной из моих зрительниц вообще ситуация была парадоксальная. Уже и руководитель отдела ФССП принял решение о том что постановление о прекращении исполнительного производства и о возвращении исполнительного листа незаконное. Отменил его и в дальнейшем исполнитель действовал без исполнительного листа. Но это вообще уже на грани преступных действий. При этом должники благополучно разъезжают по странам мира находятся то здесь то в Америке и так далее. Никаких действий направленных на то чтобы им был запрещен выезд из Российской Федерации не сделано и так далее и тому подобное. На их представители говорят вот они здесь находятся. Соответственно подается исковое заявление и в силу 226 КАС суд обязан выяснить в ходе судебного разбирательства нарушены ли права и свободы и законные интересы административного истца или лиц в защиту прав и законных интересах подано соответствующее заявление. Соблюдены ли сроки обращения в суд. Соблюдены ли требования нормативно-правовых актов устанавливающих полномочия органов наделенных государственными полномочиями на принятие соответствующих решений исполнительных. Порядок принятия оспариваемого решения. Совершение действия или бездействия. Зачастую приходится жаловаться именно на бездействие судебных приставов исполнителей которые не хотят работать. Также основания для принятия оспариваемого решения то есть того или иного постановления или действия судебного пристава исполнителя. Соответствует ли содержание оспариваемого решения совершенного оспариваемого действия или бездействия нормативно-правовым актом. То есть законно или незаконно проведено то или иное исполнительное действие. Издан тот или иной исполнительный документ, постановление о возбуждении, о прекращении, о проведении тех или иных действий, о запрете выезда и так далее. То есть там целый комплекс. Поэтому я всегда рекомендую ознакомиться или с инструкцией о проведении исполнительных действий, или обратиться к специалисту. Можете обращаться к нам, с удовольствием всегда поможем. При этом часть обстоятельств у нас доказывается истцом, а вот соответствующее обстоятельство, то есть законность, полный объем проведения исполнительных действий и так далее. И все принятые меры по исполнению судебного решения, это все должен доказывать судебный пристав исполнитель. Вот это, дорогие друзья, то, что необходимо учитывать. Мы дальше будем разговаривать об этой теме. Если у вас появились какие-то вопросы или вам что-то интересно, пожалуйста, задавайте. И не забывайте, что если вам нужна какая-то практическая помощь, пожалуйста, обращайтесь для составления исков, апелляций, касаций. Всегда с удовольствием поможем. Удачи вам в делах. Счастливо.